Кто умнее Кукич или Баумейстер? Ну, Баумейстер, наверное. Ну, по каким критериям, смотря по каким критериям. Но Баумейстер лучше знает историю философии. Я бы, например, ну, вы просто понимаете, как бы, Кукич это тупой бакалавр по философии, нихуя в ней не понимает и уже всё позабыл. А Баумейстер, он, в принципе, постоянно занимается какими-то философскими вопросами. Я даже думаю, он и в аналитической философии лучше шарит. То есть, тут, как бы, понимаете, потому что Баумейстер работает в современной аналитической философии, философии сознания в том числе. Это одна из его специальностей. Я думаю, нет ни одной такой области в рамках именно философии, в которой Кукич бы победил Баумейстера. И это большой, как бы, критерий. Это очень сильно, на самом деле. Да, с другой стороны, Баумейстер доктор наук. Вот в науку он зря, ну, критику, не критику науки, ну, вы поняли, да, вот в это он зря полез, не его тема. Здесь Баумейстер просто на несколько голов выше Кукича, Кукич слабак, короче. Ну, вообще-вообще без каких-либо вопросов. Ну, ладно, может быть, логика. Ладно, ладно, логика, как отдельная около философско-математическая дисциплина. Здесь, допустим, маргинал может быть круче Баумейстера. Баумейстер не исключено, не исключено, не исключено, что вот именно в разделе логики. Да и то хуй знает, насколько маргинал этой логикой владеет, потому что, ну, он особо и это не проявляет. Это тоже важно понимать. То есть, все его логические интересы, они могли так же быстро улетучиться со временем, как и все его знания в философии. То есть, тут знаете, тут знаете, с одной стороны, человек, который постоянно работает над интеллектуальным развитием, Баумейстер, и с другой стороны, человек, который постоянно работает над интеллектуальной деградацией, то есть, умер маргинал. Тем более, у них уровни изначально разные. Баумейстер доктор наук, а маргинал бакалавр в ёбаном UCLA, окей, супер. Я как понял, у них и так была неполная программа по истории философии, а так он еще и бакалавр, который уже проф. непригоден, собственно. Примитивных протологик, то есть, Аристотелева логика, да, селогическая логика, то есть, все эти веи, которые развивались. Ну, вот видите, у Аристотеля примитивная протологика, если что. Если вы хотите узнать, что маргинал думает про логику Аристотеля, это примитивная протологика. Хотя, опять-таки, сторонники классического образования имеют свойство настаивать, что логику придумал именно Аристотель. Сейчас это не так. Это все равно, что сказать, что Демокрит открыл атомы. Ну, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле, нет. По той причине, что логика Аристотеля, она непосредственно легла в основании всех логических последующих исследований, так или иначе. Без открытия логики Аристотелем, возможно, никакой логики вообще бы не было у нас в Европе. Была бы диалектика Платона, по ней бы мы угорали. И генеалогически та логика, которую мы имеем, восходит к Аристотелю. Точно так же атомы Демокрита являются генеалогическим основанием для современных атомарных исследований. Хотя, безусловно, логика Аристотеля и современная логика различаются в очень большой степени. И в очень большой степени различаются современные атомы и атомы Демокрита. Если атомы Демокрита это физически какие-то неразрушимые малые объекты, имеющие определенную форму. Ну то есть это высказывание маргинала не бессмысленно. Не бессмысленно. Оно хорошее. Ну то есть он сможет его защищать. Здесь ничего плохого, никакой тотальной ошибки я здесь не вижу. В принципе, скорее верно, чем нет. Нет. Ну или неверно, но спорно, но защитить можно. Демокриту повезло. И Аристотелю повезло. Исторически. Он выдумал что-то, что совпало с открытиями в будущем. Ауч. Логика как открытие. Ладно, все, понял. Вот пиздец начинается здесь. А что он давай пишет? А то мы Демокритова нашли. Блять. О, нихуя себе. Сфера, блять. Сфера, смотрите. Сфера огня летит. Да. А, блять. Кстати, я здесь по большей части с Газенбергом просто согласен. Когда речь идет о споре Демокрита и Платона и о современных открытиях, атомы, они не столько похожи на атомы Демокрита. Проблема просто в том, что изначально ученые думали, что мир состоит из таких атомов наподобие Демокрита. То есть, именно уже ученые более-менее современной эпохи. Ну, как современной. До Эйнштейна. Задолго до Эйнштейна даже. Там век, полвека, возможно. Ну, два века назад. Короче, отмотаем. И там действительно просто они взяли теорию Демокрита и начали ее, в общем, развивать. И применять к химии и физике. Потом, правда, оказалось, что это не так уж и просто делать. И атомарная структура, ну, не очень похожа на то, что планировалось. То есть, нет, не особо геометрически простые фигурки какие-то. То есть, ауч. Ауч, это было больно. Это была большая ошибка. Но ученые ее не признали. Продолжили называть атомами... Атомы... Атомы... Атомами. Атом неделимый, собственно. Да, и потом еще и добавили к этому бонус в виде того, что они разделили атом. Блядь, я даже не понимаю. То есть, атом Демокрита и атом современные имеют разную форму, разную структуру. Вообще все разное у них. Единственное, что соблюдается, это принцип. Единственное, что соблюдается, это принцип. Принцип, принцип вот такой вот, знаете, дискретный, дискретный. То есть, все разделено как бы на маленькие частицы. И что-то из маленьких частиц состоит. И мы в них смотрим. Да, это Демокритово-эмпедокловский принцип. На самом деле, не исключено, что Эмпедокл вообще изобрел атомы. Просто он их так не называл. И у него были атомы стихий. У Демокрита атомов значительно больше. Довольно смешно, да, совпал с открытиями логики. Я вот не знаю, что за открытие логики. Где их эмпирически можно отыскать. Потому что, ну, для меня это прям вообще какая-то иллюзия идеалистическая. Опять же, по-моему, это был просто большой-большой-большой длинный дискурс. Я, кстати, не поддерживаю возможность открытия в математике. Я тоже хрен знает. Ну, да ладно. Это вот здесь очень как-то грубо. Ну, и да, смехотворно. Потому что понятно, что даже современные атомарные исследования, они находились в контексте Демокрита. Ну, то есть, не только Демокрита, а вообще, в принципе, античного натурфилософского дискурса. Они вообще, в принципе, искали атомы по той причине, что когда-то был такой дискурс, который задавал такой-то вот вопрос. Так вот, то же самое и с логикой. Если бы не было дискурса Аристотелевского, если бы этот Аристотелевский дискурс не был популярен, если бы на базе этого Аристотелевского дискурса не пробовали делать какие-то другие вещи, это пиздец как странно. Да, открытие это пиздец. Причем, знаете, довольно странно, потому что, ну, невозможно себе даже представить, на мой взгляд, невозможно представить себе хоть какое-то открытие в кавычках атома, хотя я не считаю, что его открыли, атом придумали. Все придумали, блядь. И до сих пор придумывают. Все элементарные частицы до сих пор их выдумывают из головы. Их не открывают, их просто выдумывают. Определенным сложным образом, используя сложные математические операции, не только математические. Но это выдумки и модели, по большей части. А то, что их смогли открыть в каком-то смысле, это просто, это к дискурсу у нас относит. У нас не было бы никакого смысла смотреть в микроскопы, если бы мы не рассуждали о том, что есть какие-то дискретные малые частицы, которые можно обнаружить так или иначе. И если бы у нас такой идеи даже не было в голове, мы бы просто не стали этого делать. Мы бы не стали тратить огромное количество денег, времени, ресурсов, вообще всего. Вот столько всего. Вот столько всего мы бы просто не стали тратить на то, чтобы обнаружить атомы, хотя бы попытаться прикоснуться, изобретать сложнейшие электронные микроскопы, не стали бы. Потому что, ну, нахуй это надо. Мы даже не думаем, что там что-то есть. У нас даже такой мысли нет. Совпадение не думаю, короче, здесь. Не думаю. То есть, я понимаю, что это популярный тейп в философии. Мол, ну да, ты видишь камни, но ты же не видишь число пять. Ты видишь пять камней, но ты не видишь число пять. Я знаю, что это популярный тезис, что это популярный пример, что когда ты видишь три камня, ты не видишь число три. но с какой стати кто-нибудь может распаковать тезис о том, что когда ты видишь три камня, число не является никаким объектом вообще. число три не является свойством в совокупности этих камней. В эмпирическом обществе, в, блядь, в эмпирическом опыте число три не является эмпирическим свойством этих камней, потому что число три не воспринимается даже когда мы говорим о трех камнях. Чтобы выделить три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять предметов, мне нужно подойти к этому довольно абстрактно. То есть я могу посчитать все предметы в моей комнате. Могу посчитать только чашки. Могу посчитать только посуду. Сейчас в моей комнате сейчас находятся две чашки, они передо мной. Из посуды у меня здесь находятся четыре посуды, то есть две чашки и две тарелки. Я себя буду считать мебель. Мебели тоже разное количество окажется. Если только столы, два стола. Два стола. Если считать всю мебель, два стола, две тумбочки, кровать, уже пять, два шкафа, шесть, семь. Семь получается, да, понимаете? И все это зависит не от моего эмпирического опыта, все это зависит от того, как я буду считать. А считать я могу как угодно. Это разные предметы. И камни разные предметы, на самом деле и тумбочки разные предметы, потому что мы их как бы по функциям выделяем. Я могу взять тумбочку. Я могу взять тумбочку. В реальности я могу взять тумбочку, вытащить ее, использовать ее как стол. Теперь тумбочка используется как стол или как стул, например. Например. Вот чисто по опыту я могу вам сказать, что я могу сделать с ней все что угодно. А все функции, которые я делаю, они выдуманы, да? Я их выдумываю. В том числе их число тоже выдумано. Его не существует. И оно не дано в эмпирическом опыте, что самое главное. Мы его придумываем для того, чтобы этот опыт анализировать. Ну ладно. И таким образом частью твоего опыта. То есть утверждение о том, что математические объекты не могут быть частью опыта, это утверждение, которое, по сути дела, представляет из себя постулат. Выдвинутый совершенно, выдвигаемый совершенно бездоказательно. В смысле? Так, сейчас, короче, мы перейдем к другой теме. Бремя, блять, доказательства. Да, я не разделяю бремя доказательства. Вообще, вы, конечно же, знаете, что я не разделяю бремя доказательства. Но! Если уж так уж судить, неожиданно, то давайте все-таки платоники, пифагорейцы и прочие, как бы, идеалистические ублюдки типа убермаргиналов, там, большинство аналитических философов и прочих, 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 начнут все-таки доказывать, что они являются, блять, частью этого опыта. Вот реально доказывать. Реально по-настоящему доказывать, а не просто выдвигать противоположный постулат, потому что им так удобнее. Будет доказательство? То, что числа... То есть я сам, в общем-то, часто очень апеллировал к тому, что чисел в опыте нет. Ну нет, где они? Я вижу. Где, блять, числа в опыте? Когда я вижу одну кружку. Числа поверх опыта. Ну, то есть мы накладываем числа на опыт. То есть у нас в голове, у нас в сознании есть что-то, что мы называем математикой числами. И мы накладываем это на опыт, при том накладываем так, как хотим. Потому что у одного предмета, у одного предмета может быть бесконечное множество разнородных, разнокачественных числовых выражений, которые в этом предмете на самом деле не существуют. То есть... И в опыте нам главное, что не даются тоже. Я не вижу число 1 рядом с кружкой. Я не вижу одну кружку, я вижу кружку. Я придумываю про нее, что она одна. А больше опровергать дальше. Но так ли это? В смысле так ли это? По-моему, я как раз таки вижу одну кружку. Окей. А по-моему, нет. Все? Но... Как продемонстрировать? Видим ли мы, является ли частью нашего опыта число? Как это понять? Не разбираясь с механизмом нашего опыта. То есть с нервной системой. А, все, блядь, понятно. Все, короче, да. Заебись. Понять, что мы в действительности видим, не исследуя то, при помощи чего мы это видим. И то, в чем состоит наше видение. Окей, маргинал стал ебаным сайентистом. Вообще никаких проблем. Ну, то есть, окей, нервная система, да, окей, заебись, все. То, в чем состоит наша возможность опыта. Ну, аргументов все еще не было, кстати, пока что. Он просто подводит к нему. И наш процесс получения опыта. Ну, то есть, у нас в нервной системе есть числа, да? А что, если речь идет про племена, у которых чисел нет? Что? Вот здесь. И... За дело берутся естественные науки. Слушал вот эту. А в чем аргумент? окей, окей, окей. Охуенное опровержение, что я могу сказать. Это 10 из 10, да. Охуенно. Просто в конце надо сказать, а здесь за дело берутся естественные науки и ничего не приводить в пример. Что они там, эти естественные науки берут, показывают. Числа в опыте, да? Числа в нервной системе прям вот вкраплены, видимо. В мою часть беседы он сказал бы, ну какой глупый человек это был Мейстер. Так и подозревал. И прав Сапольский, который иронизирует по поводу философов. Прав Фрэнсис Даваль, который иронизирует по поводу философов. Все же просто. Математически... Да, Егор, но в этом нет никакого доказательства, аргумента. Здесь ничего просто нет. Он ни к чему нас не привел. Он сказал, а это пусть решают естественные науки. А естественные науки базируются уже на том, что как бы числа это объективные параметры мира и с ними имеет смысл работать. Ну то есть охуенная религия зациклена. Получается цикл в доказательстве на самом деле. Ну это шиза какая-то, блядь, пиздец. А смотрите, а вот мои противники, мои противники не приводят контраргументов, а я скажу, что этим должны заниматься естественные науки. Причем он даже не сказал, вот доказывают это естественные науки, либо опровергают, либо что они с этим делают, нихуя не сказано. То есть здесь, блядь, не было ничего, блядь, аргумента. То есть он говорит, вот мои противники нихуя не доказывают, а я тоже нихуя не докажу. Окей, хорошо, заебись. Этим должны заниматься естественные науки. Круто. Сергей пишет, все швали моих критиков, моих завистников, говорю один раз, пусть это решают естественные науки. Да. Охуенный аргумент. Ну. То есть конвенции, они не могут быть железными. Именно, да. Обращаю ваше внимание, за математическую ошибку вас в тюрьму никто не сажает. В тюрьму вас сажают за проебы не абстрактные, а вполне конкретные. Эмпирически верифицируемые. Как так? Если математика железная, а конвенции нет. Как-то так получается. Чудеса в решете. Целую встречную... Ха-ха-ха! Блядь! Сейчас, тихо! Что происходит? Что за бессвязная хуета? Ха-ха-ха! Что за пиздец? Ха-ха-ха! Блядь! Какая-то аналогия из жопы, которую он достал неожиданно. А-а-а! Что? Блядь! А-а-а! Да. Действительно. За нарушение не поздно. Блядь, я не знаю, может он обдолбанный или там что-нибудь еще. что произошло, я хуй знаю. Может какая-нибудь там ситуация грустная. Я просто, я не знаю, тут просто какая-то хуй-та бессвязная пошла. Это еще до этого было заметно, когда непосредственно маргинал попытался опровергнуть, опровергнуть, да, математику, данную в эмпирическом, ну, то есть отсутствие данности математики в эмпирическом опыте. Там уже была какая-то шуе-хуйня, да, непосредственно, но я подумал, ну ладно, пусть это решают естественные науки, да ладно, пусть решают, пусть решают действительно. Но это был шедевр, короче, это был шедевр, да. Не имело бы смысла, нельзя было бы. Ну тут человек опять путает метафизические категории. Согласен с маргиналом здесь, да, я об этом уже говорил задолго до данного, до данного выпуска. Социальными. То есть, человек считает, что если мы не... Но тут проблема заключается в том, что Сапольский в обратную сторону считает. То есть, понимаете, если Баумейстера поставить напротив Сапольски, Сапольский считает, что свободы воли, насколько я понимаю, нет. И поэтому имеет смысл освобождать многих людей от ответственности, потому что они ответственность не несут за свои действия. Ответственность за их действия несет непосредственно их биология. И если мы противопоставляем Сапольский и Баумейстера, у них могли бы получиться хорошие дебаты в этом смысле. По той причине, что Баумейстер считает, что свобода воли налагает обязательства, а Сапольский считает, что отсутствие свободы воли обязательства снимает, то есть радикально противоположные позиции у них здесь. И это действительно довольно интересно было бы. Но с другой стороны, мы можем вспомнить огромное количество философских примеров, при которых мы встречаемся с учениями, в рамках которых, соответственно, мы видим, что наличие или отсутствие свободы воли никак не влияет на ответственность. Основная ошибка Баумейстера здесь в том, что он делает искусственное ложное следование, соответственно. Но это следование было бы интересно в контексте спора Баумейстера Сапольский. Если мы не верим в метафизическую свободу воли, то у нас законы либо не имеют смысла, то есть к логическому противоречию мы приходим. Допустим, у нас нет свободы воли. Допустим, все детерминировано генами, гормонами, мозгом, неважно. Все детерминировано не нами. Неважно, как мы это понимаем и как мы это подразумеваем, здесь контекст можно разный подставить. Но при этом, имеет ли смысл кого-то карать при этом? Человек невиновен, человека можно осудить несправедливо. Можно ли его посадить за убийство, например, если все это детерминировано так или иначе? Можно. По какой причине? Чтобы он больше из-за этой детерминации никого не калечил и не убивал. Почему бы не полечить человека в таком случае? Потому что лечить значительно дороже. Имеет ли это смысл? Да, имеет. Все. Все просто. То есть здесь мы как бы... Ну да, это может быть не очень справедливо в некотором смысле. Если мы смотрим на разные теории этические, и в тех, у которых есть справедливость, да, они могут как раз нам мешать. Вот это вот сделать. Помешать. Но я, например, в справедливость не особо верю. В Дарк Сибири пишут, а как лечить? Как лечить? Ну, выписывать успокоительные лекарства какие-нибудь. Как в психодиспансерах, короче, лечат. Так и лечить. Ну, то есть, вы что? Вы что? То, что у вас генетически предрасположено, ну, это, например, повышает вашу степень импульсивности, которая там позитивно коррелирует, допустим, с насилием и убийством. Там, не знаю, высокие, высокое количество гормонов тех или иных, можно их понизить, да. То есть, в Дарк Сибири почти все вот эти вот генетические и негенетические воздействия можно так или иначе пофиксить с помощью лекарств и определенного лечения. Ну, частично пофиксить. Но дороговато будет. Это будет дороговато, конечно. Это будет дороговато. Сработает или не сработает? Ну, если утверждение о том, что все это как бы заложено в человеке непосредственно детерминистически с помощью химии и биологии, то да, должно сработать. Потому что мы будем воздействовать на организм той же самой химией, той же самой биологией. Будем влиять на количество гормонов в крови. И будем, не знаю, пичкать человека наркотиками, там, не знаю, какими-то успокаивающими, которые, короче, его нервную систему стабилизируют. Да, в таком случае это должно сработать. Ну, не на 100%, но у большинства индивидов в процентном соотношении, да. Это я еще ни слова не сказал о предотвратительной правовой парадигме. То есть те, кто со мной давно, вы понимаете, насколько глубока кроличья нора? Кроличья нора Баумейстера. Что я, в принципе, не философ, уже наговорил контраргументов. Ноль. Ноль. Ноль? Примерно на реферат хороший. На ноль баллов. Нет, чувак, ты нихуя не наговорил. Пусть это решают естественные науки. Охуенно. Заебись, хватит аргументов. Если их все расписать формально. И я... И я... И я, блядь... Как сторонник предотвратительной парадигмы... Странно, что он Майкла Шермера, кстати, не упомянул здесь. И я разъебал его, блядь. То есть, стоп, смотрите, серьезно. Он сейчас потратит несколько минут на то, чтобы объяснить, что он его разъебал. Вместо того, чтобы приводить аргументы. Вместо того, чтобы опровергать концепцию оппонента. Вместо того, чтобы ее анализировать. Вместо того, чтобы сопоставлять ее, эту позицию, с другими текстами похожими. Опровергать эти тексты. Вместо всего этого он просто будет... Он ему уже похуй, короче. Он решил объяснить, что он, короче, победил. Ну, ладно, давайте, короче. Я разъебал маргинала. Там на целый реферат тоже уже наговорил. Достаточно много. Вы представляете, насколько глубока кролище нора. Представляете, насколько широка медвежья елда. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, разъебал маргинала без шансов на реабилитацию. Приблизительно вот такая риторика у маргинала сейчас. И это, и это. Я еще не говорил о христианском коммунизме, между прочим. Еще не говорил. Вы представляете, насколько глубока кролище нора-то? Ни разу эту самую предотвратительную парадигму не упомянул. Да, я же не упомянул христианский коммунизм, но до сих пор. А мог бы, а мог бы, блядь. Еще пока что. Еще пока что мог бы, блядь, упомянуть, да? Потому что, в принципе, мы можем вообще хуй положить на все определения свободы. Вообще все. Если наша правовая система зиждется не на наказаниях, а на предотвращении. Ну, мы это уже обсуждали немножко, друзья. До этого, в принципе, маргинал здесь прав все равно. Преступление. То есть, с одной стороны, балмейстер прав, и маргинал прав. Да, у них тут у обоих есть возможности были бы поаргументировать, если бы маргинал не был высокомерным долбоебом, у которого как бы уровень интеллекта, как у маленького динозавра, короче. Если бы у маргинала был бы достаточно умен, чтобы вести беседу, в принципе, у них было бы о чем поговорить и о чем поспорить. Потому что у балмейстера большой-большой-большой багажник, я уверен, всяких тезисов, тейков, связанных с историей становления европейского общества, христианства, юриспруденции. С другой стороны, у маргинала, скорее всего, тоже. Но проблема в том, что у маргинала, на самом деле, мозг с орешек маленький, и он спорить нормально не сможет ни с одним человеком, потому что, ну, блядь, мозг с орешек, это очень тяжело, как бы, да? Нельзя, нельзя вести диалог, когда у тебя мозг с орешек просто. Ты просто думаешь, какой, блядь, я, я такой заебись-ка охуенный, блядь, я охуевший, я заебись просто, блядь, как же я его разъебал. То есть, понимаете, он уже, он даже вслух уже это говорит. Он, блядь, уже вслух проговаривает это на стриме. Какой, блядь, я охуенный, как я разъебал его, блядь. Какой я молодец. Нет, зрители бы могли, бы, может, даже и не поняли, блядь, но я его разъебал. Я его разъебал просто. Овню без остановки. Ну, это мы, конечно, осад. Целая лекция о том, как он его разъебал. Да, осуждаем. Да, детский сад. Привет, угнетатель. Да, 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 покривляться можно еще, а хули нам купить, блядь. 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 все еще чуть-чуть осуждает это он общается с подписчиками своими да не но было несколько неплохих соображений я бы не сказал что этого на реферат бы хватило доктор разъебательных наук профессор почетный член академии шизов убер маргинал да есть такое да но после тех скромных тейков которые он озвучил при том что он постоянно сидит на хуй то вот так и смотрит весь стрим все что он слушает балмейстера он в телефоне там сидит вообще какую-то хуйню рандомную несет какие-то аналогии вообще поверхностная сидит вот такой богу все время и потом захуячил целую лекцию о том как он всех разъебал это гениально просто заебись супер тупо тупо гений гений разъебов мне плохо мне лень конечно надо сделать вид что его разъебал но увидели я даже не философ взял и расхуячил его в общем вообще без проблем меня метод на целый реферат бы хватило я еще даже не упоминал там не знаю таки храбровые ли я храбров молодец посмотрю ка я дальше вниз потому что там как-то всего что-то до разъебал без без права на реабилитации продление одной стороны с другой стороны это просто потеря времени мы изобрели сыр и вот купить но понимаете сергей в чем дело вот вы пишете критикую но не отрицая их полностью это на самом деле довольно правильно но это как вы знаете это такой жест приличного человека то есть здесь не то чтобы повесточка это образование это воспитание скорее это воспитание в общем то есть ну не будешь же непосредственно товарищи балмейстер просто брать и разносить всех пух и прах называть их долбоебами как маргинал это делает говорит что тупо 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 глупость 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 хуйня 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 да ну то есть но не будет он так делать непосредственно и даже если он не будет матом ругаться говорить это обычным языком абсурдно 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 глупо 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 ерунда 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 у него от этого статус падать будет то есть с ним меньше коллег будет общаться он никому не нужен по сути будет он со всеми поссориться то есть понимаете свою позицию свои соображения высказывать надо аккуратно в академическом сообществе и балмейстер здесь как обычный академический представитель любой дисциплины он вынужден быть очень аккуратным по крайней мере в своей дисциплине точно и уж точно разбрасываться высказываниями дурак 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 и он не имеет права никакого в этом видео про сапольский он позволил себе слишком многое на самом деле он здесь немножко отошел от своей академичности вот в общем проблема на этого видео на самом деле дар себе ря пишет то есть нужно соглашаться с оппонентом ради приличия нет не соглашаться просто понимаете в чем дело когда вы спорите в интеллектуальном в интеллектуальной среде вы подразумеваете что ваш оппонент ну тоже наверное несет какую-то абсолютную глупость у вас есть презумпция презумпция возможности правоты вашего оппонента ну или по крайней мере вы должны делать вид что вы так считаете что вот возможно у него есть правота возможно у меня есть правота возможно у него есть правота и тогда возможен диалог тогда вы как бы Приходите, начинаете беседовать, обсуждать какие-то вопросы, что успеете обсудить, то и получится неплохо. Ну, маргинала такой презумпции, собственно, нет. То есть, кто с ним не согласен, долбоеб, дурак, короче, плохое образование, хуйня, 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 дебил, 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 короче. Здесь все, да, с маргиналом все довольно просто. Это как раз примитивная такая настройка. А Боумейстер, он в академической среде, по сути, и воспитывался, и работал, и рос, и сейчас является представителем этой академической среды. И компромиссы это всегда часть. Да не, у маргинала даже дело не в формате интернета, он и в обычном диалоге, я уверен, он абсолютно такой же. В том плане, что у человека вообще никакой, ну, в общем, никакой академичности у него нет. Он и книжки уже не читает, и с людьми разговаривать не умеет, и считает свою позицию лучше других. Кто с ним не согласен, долбоеб, 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 и это у него скрывать никак не получится. То есть, здесь, ну, может быть, и наслоилось, конечно, интернет, формат интернета наслоился, но маргинал просто в сущности такой человек. То есть, понимаете, у маргинала это как бы коренным образом в нем вот оно присутствует. Может быть, он воспитал это в интернете, действительно, за последние годы, это сбило все его как бы интеллектуальные достоинства, которые, может быть, когда-то и были. Но вот к чему это привело теперь, это как бы один из атрибутов его личности на данный момент. Исправить его довольно трудно. Вообще, много хуйни, вообще много хуйни. Ха-ха-ха-ха. Ху-ху-ху-ху-ху. Походи дальше, короче Спасибо Ладно, жесть, блин, пять тысяч Усин, что происходит? Что, что, как это? Как это вообще возможно? Что, что творится, боже мой Ах, господи Псец Ладно, поехали, короче Телефон, достал телефон свой Втыкаем Сам иди нахер Нахер иди Нахер, иди нахер А, а, блядь Сука Кто-то на эту хуйню еще и задонатил уже Ну, в смысле, маргиналу Нахер иди Пошел нахер Если ты нас, иди нахер А, 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 блядь Не нахер, короче Пиздец Шатов, мы все знаем, что в твоем телефоне нечего смотреть Слышь ты, пес Иди сюда Сейчас будем играть в игру Космический мяч, блядь Тупо, тупо Космический мяч Сейчас я вам устрою Сейчас я вам покажу Покажу, во что играют Настоящие мужчины Старт Видно? Блядь Это космический мяч называется, блядь Играю в космический мяч Неожиданно Оп-оп Оп-оп Набрал космического мяча Вот оно Вот-вот-вот Вот я в космическом мяче Мяч-мяч-мяч, блядь А, промазал Да-да-да Смог Вот это хитр Хитер как бог, короче Настоящий Просто божество игры в космический мяч А, превышенной длины я проиграл Причем надо держать в голове, что полный обзор Shadow На это видео стоил 500 рублей с лишним А у маргинала несколько тысяч, если не больше Да Ха-ха-ха-ха Пошли нахуй Сколько там заплатили? 5 тысяч рублей? Нахуй, короче Мне поевать Ха-ха-ха Похуй, кор Просто похуй Просто поебать, короче Не-не-не-не-не Сколько, 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 блядь Ну, может, может, блядь За каждый мой пердеж будете мне платить по рублю хотя бы Я не знаю, я заебался Я не знаю, короче О, вот Я уже все это сделаю Я уже все опроверг Опроверг, короче Что-то, да, вот Если, блядь, мы, нахуй Не будем верить в свободу воли Вот А вы там сидите, блядь Что-то там, нахуй Проверяйте Какого-то хуя Что-то, блядь Так мы баним всех наших хороших товарищей Это Это обычная практика Это закаляет характер Это делает из человека Настоящую машину Аргументации Смотрите, блядь Что на самом деле происходит Твоё бы, блядь Сука Пиздец Нахуй это надо, блядь Ну, маргинал тупой Все Никаких комментариев не будет Дальше Смотрите, как оно на самом деле происходит Кажется, маргинал даже не представляет, что ученые делают Даже в теории не представляет Понимаете Понимаете Мэром одного из городов Стал сатана, блядь Cats and dogs living together Mass hysteria Существует И не наука Ваши мифы, да Существуют Но это иллюзии Иллюзии мы не будем рассматривать Как что-то Всерьез Претендующее на статус Научных исследований Но среди них начинают раздаваться и другие голоса Вот я вам процитирую Окончание книги Брюса Худа Не, я вам просто напоминаю Что все начиналось непосредственно с того Что мы постулировали существование Объективные, блядь, чисел И при этом причинно-следственные связи Наверное, теперь тоже, да Может объективно существовать Логика, блядь, открыта Логика была открыта Логика открыта была Учеными, блядь В микроскопы смотрели Понимаете В микроскопы, блядь, смотрели И открыли логику Вы думаете, это не так происходило? Ну и долбоебы, значит Открыли, блядь, эмпирически, нахуй Логику Математику, блядь Эмпирически открыли Вот они Вот они Ученые А вы-то что думали? Напоминаю Образование не устраняет Эд Хоминем Обгоняет глупость Образование Да, действительно Даже в UCLA Образование даже в UCLA Глупость не устраняет Абсолютно согласен Нет, делает глупость опаснее Абсолютно согласен С маргиналом И он прекрасный пример тому Самый лучший из примеров Понимаете, в чем дело? Докторская степень Это не то, чтобы образование Это набор инициаций Одно дело Получить образование Тебя на образовании Могут как бы Ну да Тебя могут протянуть Ты можешь получить троечку Тебе могут сказать Ну ты молодец Да, давай тебе поставим Короче Зачетики Все хорошо До свидания То есть да Образование Вот оно Докторские Кандидатские Степени Это набор Инициаций Через которые Надо Проходить Постепенно Это Показатель Определенного Уровня Это как раз Ответ перед Другими специалистами Ответ Перед другими Специалистами За свои слова В данном случае И проблема Баумейстера Здесь заключается В том Что он не может За свои слова На самом деле Ответить Здесь Баумейстер Он не в свою Тарелку полез И опускать Баумейстера Опять же Маргинал Допускает Свою типичнейшую Ошибку Он увидел Одно рассуждение Человека И теперь Экстраполирует Это рассуждение На все другие Области Которыми этот Человек занимается Это очень глупо Это неправильно Это очень глупо Всегда важно Провести Какую-то Выборку Достаточно Основательную Чтобы делать Какие-то Высказывания По поводу Интеллектуального Состояния Человека И так далее И так далее Нет Ганса Майера Про Ганса Я почти ничего не слышал Вот Блять Ну то есть Я практически Не сомневаюсь В том Что если Баумейстер Доктор наук У него Есть по крайней мере Отсек Раздел философии В котором Он разбирается Значительно лучше Меня Маргинала И кого угодно Ну кроме Некоторых Других специалистов И в котором Он может Задать трепку Вот каждому Второму Сопротивляющемуся Да Потому что Он там И с аргументацией Лучше знаком Он там Знаком Вообще Со всей структурой То ли иной темы С классиками Лучше знаком И так далее И так далее И так далее То есть Сопротивляться Против человека Который В рамках Традиции Существует Вот Он Это В общем Довольно Сильный Человек И он Прошел Ряд Инициаций А вот Маргинал Это Как раз Тупо Тупо Три Всевышних Как бы